Валерия Королёва 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 чтобы быть чем-то кумиром. Блогеры-миллионники, надо отметить, тоже уже перекочевали на отечественной площадке в массе своей. Да, 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 конечно. Очень много блогеров-миллионников и известных личностей, таких как Агор Крит, Ольга Бузова и так далее, они уже все там давно. Вы упомянули такую сеть, как Япи. Она была запущена, если мне не изменяет память, в ноябре 2021 года. Да, все верно. И уже многие блогеры успели там обжиться. И что особенного у этого ресурса? Ну, во-первых, на данный момент особенность есть в том, что очень многие люди сейчас могут забрать аудиторию, которую раньше не успели спохватить. Соответственно, за счет этого стать более медийной личностью и уже стать более узнаваемым не только в своем городе, но и в нашей стране в принципе. Я думаю, на примере Артема можно это очень даже хорошо показать. Работу Артема узнает не только по его соцсетям, которые были до этого, но и в Япи сейчас он хорошо развивается. Артем, расскажите немного о своем контенте, о чем рассказываете, какая тема у вас для видео. Потому что надо упомянуть, что Япи – это больше такая видео. тело-топорное видео. То есть там есть возможность доснять видео на тему предыдущего пользователя. Абсолютно любого. Даже если это видео блогера-миллионника, можно снять продолжение. Да, верно. И, соответственно, тебя может тоже кто-то подхватить. В основном это так, что есть такая функция с коллаборациями, но я ее не использую, потому что у меня контент другого уровня. Это не развлекательный такой контент, а в основном познавательный, в котором я рисую портреты, либо рисую какие-нибудь другие работы. И, соответственно, мой контент выделяется именно этим, поэтому люди мною интересуются. Вот, коллаборации я не использую. Просто я пытаюсь выделиться с помощью уникального авторского стиля и уникальной тематики, которую я преподношу. То есть я не только рисую, но и рассказываю какие-нибудь интересные факты, о человеке, которому я нарисую, либо просто свое личное мнение буду говорить. Рисую тех людей, которые находятся в некотором тренде, чтобы привлечь резонанс к этому, высказывать свое мнение, и поэтому меня поддерживают множество людей, которые интересуются тем, что я делаю. Артем молодец. Смотрите, он не паразитирует на чужом контенте, на коллабах. Хотя это очень неплохо, на самом деле, делать коллабы, потому что это увеличит и охваты, и просторы для творчества. Но у Артема свой, видите, такой контент, он художник у нас. И востребованная, на самом деле, ниша. И теперь с ним коллабы делают, другие художники тоже рисуют. И здесь уже паразитируют на его творчестве. Андрей, расскажите немного о своем контенте, на чем вы, как говорится, специализируетесь. Я лайфстайл, так я называю, наверное, свой сумбурный контент. А сумбурный, потому что он у меня такой немножечко разный. Я то рассказываю о путешествии с семьей, то какие-то истории с мероприятиями мы организуем. Я веду много площадки, города, страны и так далее. То опять семья, то спорт, активный образ жизни. По сути, эта камера следует за мной и показывает, как я живу, чем я занимаюсь. Активный образ жизни, так, наверное. Ну, кстати, вот с контентом Андрея можно делать как раз-таки вот эти коллабы. Например, он очень часто рассказывает про свои какие-то ситуации. Можно в продолжении снять уже в своем направлении юмора, например, какую-нибудь забавную историю. А доснимают, я поглядываю, поглядываю за этим моментом. Но я не против. Это я называю паразитировать. А на самом деле это получать дополнительные охваты, дополнительную аудиторию совместно. Ничего плохого в этом нет. Поэтому я только за, пожалуйста, снимайте коллабы с моими видео. Мне жалко, мне много. Татьяна, наверное, вопрос к вам. А много ли вообще, в принципе, блогеров-миллионников в Тверской области? В Тверской области у нас сейчас около 10 именно миллионников. Но, как правило, их контент абсолютно разных сфер. Они никак между друг другом практически не перекликаются. За счет этого они практически не затрагивают целевую аудиторию друг друга. В этом, кстати, очень большой плюс. Если брать в расчет ваши наблюдения, вот что сейчас интересно подписчикам? Ваши наблюдения. Я поглядываю за миллионниками. И очень много из них, это детский контент, снимают именно для малышей, для детей такого возраста до 10 лет. Вот у них огромный охват. И вот их контент дети с удовольствием воспринимают. Я не знаю, как это насчет аудитории, насколько это коммерчески интересно. Но, по моим наблюдениям, намного больше вот именно сказки, истории, какие-то вот там игрушки, анпакинг и так далее, детского контента просто очень много. И надо отметить, что и дети тоже блогерами бывают. Конечно, да, да, да. Очень много детей блогеров. Ну, к сожалению, они не могут, наверное, на коммерческих основах это сейчас развивать. Но, по крайней мере, это уже зарождение высокого потенциала, ну, на волющее, по крайней мере. Также хорошо развивается и бьюти-индустрия здесь. Например, в самом Япе очень часто такие переходы с красивыми там визажами и так далее. Очень много историй именно комедийного характера. Люди любят посмеяться, соответственно, надо посмеяться, и спрос на этот контент тоже есть. Татьяна, ваш центр занимается своего рода продюсированием блогеров, начинающих. Если раньше в основном, да, продюсирование как-то ассоциировалось больше с чем-то, с эстрадой, с вокалом, с артистами, то сейчас к ним еще присоединились и блогеры. Вот расскажите, что молодому блогеру, да, или вот зрителям, которые, может быть, сейчас посмотрели нашу программу и подумали, остану-ка я тоже блогером, пойду зарегистрируюсь, что бы вы посоветовали для старта? Может быть, какую-то площадку или какие-нибудь фишки? Ну, площадку точно нужно советовать. Не та, которая уже набрала свои обороты, а та, которая только начинает. За счет этого можно набрать аудиторию, которую еще не захватили, так сказать. А из лайфхаков, ну, наверное, это надо прям гореть своей идеей и придумать какую-то фишку, которой вот нет еще. Не пропагандировать что-то и повторять за кем-то, а вот именно свое, чтобы люди на это шли. Что называется попасть, попасть к улью, как говорится. Да, именно так. Потому что иногда, когда смотришь блоги, кажется, что тема такая, настолько простая, но как иногда ее вывернут и покажут, что засмотришься на самом деле. Все правильно, каждый может по-разному и отограть, и преподнести информацию. Кто-то покажет это более смешно, а кому-то может это показаться, наоборот, слишком сильной наигранностью. Поэтому надо просто находить свою эстезию. А сейчас проверяемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Мы продолжаем разговор. Напомню, что в студии у нас резиденты студии «Инсайт Пипл» Тверь Андрей Яковлев и Артем Воробьев, а также руководитель «Инсайт Пипл» в Твери Татьяна Почиско. Продюсер наш. Да. Продюсер. Тема сегодняшней программы – это блогинг. И, конечно, такой вопрос, которым задаются многие жители Твери и, в принципе, пользователи интернета. Где же сейчас живут блогеры? Как вы уже сказали, российские пользователи переходят на отечественные ресурсы. В том числе упомянули социальную сеть ЯПИ. Все присутствующие здесь уже опробовали ее, обжились. Перед выходом на рекламу мы говорили о том, что сейчас интересно подписчикам, как уже сказали тем много, и сказали, с чего начинать. Да, Татьяна, вы упомянули, что лучше начинать с той площадки, где еще не так много популярных пользователей. Да, и найти свою фишку. И найти свою фишку. Артем, какой бы вы дали совет? Мне кажется, что у человека должны гореть глаза перед тем, как заливать какие-либо видео. То есть иногда бывает просто моментальный порыв эмоций для того, чтобы человек что-то выпустил, но на этом он закончит. То есть у человека должны гореть глаза для того, чтобы он мог выпускать какие-то видеоролики. И он должен понимать то, что изначально ты не сможешь набрать большую аудиторию. Ты должен понимать то, что развитие должно быть постепенное. И, соответственно, иногда бывает такое, что просмотры не набирают каких-то больших цифр. Они могут быть спокойно там нулей или же до десяти. Ты должен просто смириться с этим и работать все время с каждым днем. То есть если я работаю, то я работаю каждый день над созданием видеороликов. И поэтому человек должен постоянно-постоянно смотреть, штодировать информацию. Он не должен повторяться. Он должен найти в себе вот эту уникальность. Потому что благодаря уникальности ты сможешь набрать себе вот эту аудиторию. Без уникальности у тебя это будет очень проблематично. И, вероятнее всего, ты не сможешь банально заинтересовать пользователей. Ну, соответственно, ты не сможешь набрать себе аудиторию и сделать себя популярным. Это, наверное, самое сложное как раз. Найти вот ту самую фишку, ту самую уникальность. Ничего себе. Ты что, каждый день снимаешь? Почти. Потому что я рисую, соответственно, я же могу рисовать каждый день. Поэтому сел за свое рабочее место и спокойно рисуешь. Снимаешь иногда и уже монтируешь. А вы сами снимаете, сами монтируете? Да. Правой рукой рисуешь, левой снимаешь. Многофункциональность. Жалко, что у тебя нет еще пары. Многие блогеры прибегают к помощи профессионалов. Как вы работаете, Андрей и Татьяна? Я не снимаю каждый день. Точнее так, неправильно. Снимаю я каждый день. Но монтировать и собирать материал получается, когда ты уже понимаешь, что у тебя накопилось какое-то количество. Причем мы же тоже должны понимать, что это интересно, это не очень интересно. Это интересно для меня. А это будет интересно для аудитории. Поэтому здесь я собираю чуть дольше тот контент. Причем еще что-то надо снять вертикально, что-то горизонтально. Для одной платформы, для другой, для третьей. Просто есть различный функционал. Ты можешь каждый день выпускать по 10 видеороликов, а ты можешь готовить, не знаю, 3 дня, чтобы выпустить один видеоролик. И это все зависит от самого человека. Он хочет просто как можно больше вот этих видеороликов запустить, чтобы один из них смог выстрелить и, соответственно, набрать просмотры. И поэтому подтянуть другие. Либо ты долго готовишься над одним видеороликом. Я готовлюсь только над одним видеороликом, потому что я не могу банально выпускать 10 видеороликов. Для меня это будет очень сложно, но и, соответственно, неинтересно. Потому что если я выпускаю видеоролик, то мне нужно и нарисовать, и озвучить его, и правильно смонтировать, и подобрать такую актуальную, интересную информацию с какими-то провокационными высказываниями, чтобы удержать аудиторию до конца. То есть если мы удерживаем аудиторию до конца, соответственно, надо будет смотреть весь полный видеоролик, и он дальше начинает вируситься. То есть должна быть какая-то интрига? Должна быть все время интрига в видеоролике. Скажем, даже Кахинор не те нынче. Я-то пошел контрафакт. И все, все. Как Кахинор вообще? Это вот такая одна из функций провокации. И ребята могут ее использовать. Вот такая вот изюминка есть в блогинге. Художник-провокатор у нас получает завтра. Андрей, а вы как подписчиков привлекаете? Ну, контент, конечно же. И плюс еще я же веду большое количество мероприятий. Общаюсь каждый раз с новой аудиторией. И на мероприятии люди подписываются. Я строю с ними коммуникацию. И людям проще отслеживать там какие-то мои мероприятия. Дальше еще что-то в свои интересные, какие-то форматы переносить. Живая аудитория переходит уже в виртуальную. И наоборот. Я был очень поражен тем, что Андрей у меня вел в 11-м классе, получается, выпускной в Олимпе. Я не думал, что наша судьба так сложится, что теперь мы работаем вместе. Мы теперь вместе. Так мило. Артем, я расскажу тебе о этих жизненных коллабах, где еще люди с выпускных потом появились в моей жизни. На самом деле, людям часто бывает интересно различные бэкстейджи заглянуть, что же там происходит. Одним глазочком. Да. За кулисами. За кулисами свадьбы, за кулисами какого-либо мероприятия. Не всегда это можно делать, кстати. Потому что мы несем большую ответственность, проводя какое-то мероприятие. И иногда мы подписываем специальные бумаги о неразглашении. Мне казалось, что очень много можно отснять интересного материала. Ну, капец, руки чешутся. Но подпись на договоре о неразглашении, не разрешайте этого сделать. Поэтому, если бы можно было, я бы еще взорвал свои аудитории. Но, к сожалению. А ваша аудитория, может быть, какие-нибудь своего рода заказы вам оставляет? Снимите, допустим, что там происходит во время свадьбы, что вы делаете, например? Ну, директ периодически живет, конечно, во время мероприятия. И люди пишут, о, класс, вот, а вот про этих расскажи, про артистов, да. То есть, а что там происходит еще где-то? Ну, опять, иногда что-то можно делать. Я с удовольствием там какие-то моменты подписываю. Но иногда, конечно, какие-то вещи там делать нельзя. Это частная жизнь людей, она священна. Но иногда спрашиваешь, можно, ну, классно же получилось. Вот вы танцевали, выбежал маленький ребенок и дал пендули невесте. Это же очень круто. Можно? Можно? Ну, потом, Андрей, через пару лет там вы приходите. Ну, многие молодожены вполне лояльно относятся к тому, что они окажутся в чьей-то ленте. Не для всех это, конечно, табу. И все, что можно, мы, конечно, с радостью выкладываем. И люди это комментируют. И получается живое общение, что выращивает охваты. Это то же самое, что живые истории, они привлекают внимание зрителей, поскольку это вполне может случиться с каждым абсолютно. И так вот просто на себя примеряя определенный ролик Андрея, например, уже можно так подозревать, что в принципе и ты можешь стать звездой из-за этого. Ну, иной раз всевозможные смешные инциденты, они привлекают как раз просмотры. Да, иногда мне чаще всего пишут в комментариях, там, если происходит какая-то важная такая вещь, ну, не знаю, что-то человек сделал. Соответственно, люди начинают мне писать, нарисуй этого, нарисуй, 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 и говорят все одно и то же имя. И, соответственно, мне ничего не остается сделать, потому что я вижу то, что аудитория горит этим, она хочет увидеть какое-то мое мнение по этому поводу. И, соответственно, я принимаю решение либо рисовать, либо не рисовать. Иногда я отказываю в этом, потому что, ну, какие-то свои личные убеждения по этому поводу не хочу распространять, просто оставлю в себе. А иногда бывает такое-то, что я иду на этот шаг и могу набрать большие вот такие просмотры благодаря ребятам, которые мне говорят, нарисуй, нарисуй его, мы ждем. Хочется спросить, а критикуют? Критики есть? Хейтеры. Хейтеры. В начале моего пути было, конечно, небольшое количество хейтеров, но они были, потом они как-то плавно исчезли, потому что у меня аудитория такая, интересующаяся рисованием, и поэтому хейтить меня не хейтят, потому что если кто-нибудь захейтит, то около тысячи человек ему все выскажут за меня. Поэтому я просто сам не успеваю читать эти комментарии, за меня ребята сами все отвечают. То есть хейтеров у меня как таковых нет. Все положительное. А вообще, может быть, какие-то неприятные моменты все-таки случаются, кто-то неприятно высказывается? Да бывает такое, конечно же, очень часто высказываются, могут написать там, вот ты плохо эмоцию отыграла. Просто у меня, например, все в юморе развивается, и если я там как-то взаимодействую со своей аудиторией, то это исключительно лицо. И если там кто-то мне написал, что я плохо отыграла эмоцию, ну я просто на это внимание не обращаю, но зачастую очень часто. Ну в личку-то ему так сразу. Ну в личку-то сразу. Получитель. Бан. Вот еще интересная история. Я вот не только, например, рисую на бумаге, я недавно делал портрет из гаек из более пяти тысяч. И, соответственно, было два лагеря, которые положительно восприняли этот контент, и те, которые негативно. Вот это, конечно, был большой негатив, потому что к рисункам моим так не относятся. И в основном писали то, что вот лучше бы вот эти пять тысяч гайк, там, не знаю, настройку потратили бы или вы его оставили в магазине, не рисовали. В общем, такое бывает. Либо же, когда я кастомизирую какие-то вещи, лучше бы оставил и не трогал. Но меня это не остановить, поэтому мне очень фиолетово. Самое главное для начинающего блогера просто понять то, что вот этот негатив ты должен просто принять. Ты не должен отвечать на него, потому что, ну, это бессмысленно. Ты просто теряешь свои внутренние вот эти эмоции, и ты можешь перегореть и перестать снимать. Как говорится, всем не угодишь? Всем не угодишь. Ты наткнулся на общество слесарей просто. Все, да. Все, твои гаечки могли бы послужить делу, понимаешь, а ты тут их, это все, по назначению. Все. Все. Артем, вы рассказываете, что вы рисуете. А у вас, если не секрет, образование есть? У меня есть художественное, получается, образование тоже в нашем городе. То есть это, можно сказать, и ваша профессия в какой-то стиле? Я пока что не могу сказать, что это прям профессия, потому что основное мое образование юридическое. Я хотел поступать на архитектурное, либо что-нибудь иное, связанное с искусством, но пока что я получаю свое первое образование, соответственно, юридическое. А художественную школу я заканчивал в течение пяти лет. Это было там, не знаю, в возрасте девяти, нет, с восьми до двенадцати где-то лет заканчивал. Это вот единственное образование. Дальше начал просто сам рисовать для себя. Ну и вот так вот как-то получилось. Но тем не менее, какие-то профессиональные навыки у вас имеются? Такое можно сказать, да. Нельзя не затронуть такую тему, как монетизация. С одной стороны щекотливая, а с другой стороны, я думаю, что... Очень приятная. Очень приятная. И, наверное, нет такого зрителя, которому было бы неинтересно, а сколько же они там зарабатывают? И как вообще происходит эта монетизация? От чего зависит, да, сколько Артем, например, заработает, выложив то или иное видео? Ну, это все зависит от количества подписчиков в любом случае, набранного количеством просмотров и так далее. Насколько вообще эта тема зайдет, в принципе, зрителям. Ну и также есть донаты, которые могут кидать сами зрителя своим любимым блогерам. Доброжелательные зрители, да. Пожертвование. Доброжелательное пожертвование. Артем, до того, как заблокировали в основном, ну, можно сказать, все, да, такие популярные социальные сети мировые, вам удавалось как-то заработать, монетизировать свое творчество? Да, монетизация у меня была на другой площадке. Ну и помимо этого я делаю свои заказы, потому что я же рисую портреты, и, соответственно, людям это интересно. И поэтому мне иногда пишут в личные сообщения, в директ, около, там, не знаю, 30 заявок в день. Иногда я отказываю, потому что мне банально времени нет. Но монетизация моя, то есть заработок денег, это благодаря портретам и благодаря тому, что вот я выпускаю эти видеоролики. Вот. Поэтому так. А в целом сколько на одном ролике реально заработать? По-разному. А у вас как получалось? Если не секрет, конечно. Это, на самом деле, я говорю, очень щекотливая, но очень любопытная тема. Подожди, подожди, подожди. Сколько стоят портреты, давайте. По чем творчество для народа? Портреты стоят, с одной стороны, дорого, с другой стороны, дешево. Но это все зависит от того, интересно ли человеку, потому что это очень уникально. Такого ты нигде не сможешь найти. Может быть, кто-нибудь нарисует за меня, но это уже не такой вот автор, это просто как-то перерисует меня. А портреты там... Давай с той стороны, с которой дорого. Хотят, все же хотят, ну... Дорого? Ну, 25 тысяч. 25 тысяч, нормально. Это А3. А3. А если брать монетизацию именно за... Ведь это видеоролик. Ну, здесь нельзя сказать точного ответа, к сожалению, потому что действительно очень много факторов, которые влияют на это в том количестве, и в том числе, точнее, и количество лайков, и количество просмотров, и количество подписчиков, и когда это видео вышло, поднимется, не поднимется, в этом плане система оплаты. Поэтому здесь нету никакой конкретики. Артем, а как вы свою нишу нашли? Вы где-то подсмотрели, может быть, или приснилось, или же как яблоком? Это везение, вероятнее всего, потому что изначально просто рисовал, но у меня не было уникального авторского стиля, я не выделялся. Я просто рисовал то, что я хотел, всякие там мультипликации, анимации, вот это все. И в один момент меня попросили нарисовать портрет Цоя, и, соответственно, я нашел фотографию в интернете, и просто ее как-то перерисовал, и людям это понравилось, и потом я начал уже модернизировать, потому что Цоя был нарисован в стиле поп-арт, это вот такое вот искусство, которое было у нас в 20-м, получается, ну, в 20-м веке. Это вот яркое использование цветов, которые граничат между собой, вот. И поэтому я не хотел повторять это, я хотел как-то это модернизировать. А модернизировал это я тем, что я делаю градиент с использованием точек, которые пересекают между собой, вот. И как только я это выпустил, я сразу же увидел то, что людям это понравилось. Они такого нигде не видели, и очень яркие картинки, которые получаются у меня, соответственно, им нравятся. Самое главное в видео, это вот эта красивая картинка, которую ты получаешь. И вот таким вот образом, благодаря Цою... Цель какая, я сказал. Да, поэтому изначально я набирал аудиторию там около 30 тысяч, не знаю, за 6 месяцев, либо где-то такой срок. И буквально пару таких видеороликов сразу же там до 100 тысяч, и все больше, больше, больше. То есть такой тверской Энди Уорхол. Дело в том, что меня никто не знает, потому что в основном присутствуют мои руки. То есть если я иду по городу, меня там узнает один человек в месяц. И так слава богу. Знакомые руки. Вот, да, только по рукам. Только по рукам. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Ну что ж, как показывает практика, хорошая фантазия вкупе со счастливым случаем могут стать проводниками в обеспеченном будущем. Как говорится, дерзайте. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Королева. Напомню, что говорили мы сегодня с тверскими блогерами. Это руководитель студии «Инсайта» «Пипл в Твери» Татьяна Пачиско и резиденты «Инсайта» «Пипл в Твери» Артем Воробьев, местный тверской онлайн-художник и Андрей Яковлев. Всего доброго. Не переключайтесь.